так во первых привет но я с тобой здороваться не буду смотри ну рассказывай как пошли пошли чтобы не застояли как провел каникулы что делал сколько килограмм лишних набрал да ничего не набрал каждый хотел тренажерный зал забрасывал но так хорошо спину извлечу наконец-таки все хорошо но такие будут либо слоге погода снега нет не переживание сюда приехал я понял как проходит подготовка к сск расскажем или учета в первую тренировку это первый тренировок полетел в пятницу вечером ну только прихожу кондицию адаптации прошла успешно и давай тогда разовьем тему сейчас я отпущу по которым мы с тобой как раз таки дискутировали в интервью насчет лагеря мадридского реала я знаю не только ты был в испании меке ланса серафимов хабиб расскажи просто какие отличия есть там от нашего футбола и как лагерь мадридского реала на тебя повлиял ну испанский футбол очень быстрый там они не бегают с мячом они играют только в пас два-три косами они могут сделать диагонально все поле скинуть центр там уже завершают игроки а так практически ничем не отличается единственная физические игроки в испании слабее чем россии по поводу матча который ты писал тоже там мы играли против атлетика у нас в моей команде был игрок 2003 года сборной бразилии ты играл подо мной он взял на медвега левую передачу один с углового один раз выгиб 1-1 сколько ты там был по времени 2 недели 2 недели ну и что тебе какой-то вывод вообще далее в чем добавить тебя нужно прибавить сказать то что с левой ногой единственное поработать надо а так все великолепно все беги блин ну ты здоровый на самом деле при во первых привет во вторых скажи пожалуйста как ты провел паузу вот эту новогоднюю каникулы чем занимался сколько лишних килограмм набрал личный килограмм максимум полторы килограмма набрал лишних старался тренироваться проводил время со своей бывшей командой почти каждый ходил бегать на пробежке вот провел времени по неплохо как проходит подготовка с ксс к чему уделяете внимание в тренировочном процессе чем занимаетесь первую неделю провели беговую всем вернули форму так скажем добавили физухи сейчас больше время уделяем технике разрешение и так друзья 2007 год рождения бренд и маленький слишком во первых сам парень проявил инициативу захотел чтобы не записали интервью как тебя зовут даниил даниил расскажи как проходит подготовка к матчу с сска хорошо подготавливаемся с командой чему уделяете внимание в тренировочном процессе мы уделяем внимание к отборам более-менее отбором мяча а где было новогодние праздники как провел новогодние праздники я был в таиланде хорошо провели время там тренировались не отставали от процесса то есть ты не отдыхал тренировался чем занимался в зал ходил зал ходил ездил на поле с папой какие твои ожидания от зимнего первенства я надеюсь что все будет хорошо что мы закончим более-менее в тройке а какую цель ставишь перед собой может быть там забить 5 как думаешь что нужно забить до этого мяча 10 13 все забились давай давай сань с тебя начнем кто готов в общем просто расскажи мне сань как ты провел каникулы сколько ты килограмм лишних набрал я не набирал но как проводил ты каникул рвешься интервью давать и молчишь семьей семейном круге пару салазиков было не скрою как проходит подготовка к цска полным ходом готовимся приходят новые игроки смотрят подготовка тоже нормально твои ожидания зимнего первенства ну топ-3 все беги мишань то же самое когда как провел каникулы молодец ты первый кто поздоровался со всеми как провел каникулы хорошо провел гулял чем занимался тебе был гулял ходил в москве оставался сколько сбросил даже не набрал а вырос на сколько на ноль сбросил тоже как проходит подготовка к цска хорошо со полным ходом чем занимаетесь тренажном процессе ну а что конкретно отрабатываете расскажи не хочешь до завершения нужно получать а потому что завершение самое главное обороны не главное оборона но но все в порядке с обороны ты уверен полностью твои ожидания от зимнего первенства топ-1 топ-1 первое место ты ты же на к нам и были там на поле говорил топ-5 по-моему уже топ-1 что поменялось в твоем образе мышления за буквально месяц горят глаза хочу выбрать трудную лигу твоя цель какая на зимнего первенства сколько забить сколько отдать чтобы привести команду в первом месте красавец вот итак дамы и господа микел ужахов болезнь за 2004 года рождения расскажи пожалуйста как провел каникулы чем занимался не набрал ли лишний вес тренировок вроде не набрал ездил к себе на родину там тренировался почти как раз как проходит подготовка к матчу в стескарте часто проводим физические тренировки чаще бегаю беговую праздновать я тебя понял смотри я знаю что ты играл в испании сколько лет вот ровно как команда называлась там вот как система подготовки скажем тогда яска испанского футбола повлияла на тебя не на то развитие как по листу да естественно сильнее не изменяла просто там больше играют в пас если сравнивать детско-юношеский футбол в россии и испании там сильнее уровень намного не намного но сильнее назови хотя бы три отличия испанского футбола и российского ну россии больше играет силой футбол а в испании и технических да здесь больше используют дженер физических игр по ходам технических внутри погода наверно там приятнее ну да намного все я понял спасибо илюха илюха расскажи пожалуйста как теперь игрок молодежки даже не 2002 года рождения молодежной команды чем сейчас занимаетесь тренировочном процессе и готов ли ты кубку президента ну со своим годом не удается потренироваться так как время не позволяет тренируемся с младшим возрастом но все равно прибавляем за счет работы с никитой михалычем и в принципе еще немного поработать и буду полностью готов к кубку чем занимался новогодние праздники отдыхал семьей а еще спал вес не набрал нет как как ты считаешь егор лисея в этом году будет в сборную я думаю до 2003 году вполне влоги очень много спасибо или душевный парень друзья ну и завершим наш сегодняшний день интервью интервью с двумя великолепными ребятами двумя друзьями это витя милёхин и макс литвинчук парня не разлей вода оба дружат я сейчас подойду и узнаю что они здесь делают макс здорово чем занимаешься здесь расскажи ведь его меня интересно сколько вы уже дружить полгода расскажи как вы провели новогодние праздники как обычно как ничуть чем занимались отдыхали я понял ты не очень хочешь говорить об этом мир тогда я спрошу у витя витя скажи мне пожалуйста я просто вижу что вы не разлей вода с максом мой как долго вы уже дружите приехал первый раз на сборы так подружили сразу заселили в один номер пошло-поехало чем занимались новогодние праздники я понял как расскажи мне сейчас буквально что вопросы будете дальше как проходит подготовка к цска сколько лишних килограмм ты нам роза новогодние праздники и твои цели и задачи на зимний перест так ну к цск мы готовимся уже 4 числа тренируемся работы килограммов лишних не набрал 75 как было так и есть вот а цели на сезон это как можно больше любых передач спасибо